Добрый день, уважаемые слушатели нашего учебного центра! Сегодня мы проводим день открытых дверей по программе специалист по управленческому учёту. Приветствую всех, кто смог к нам присоединиться онлайн, и также тех, кто посмотрит нас в записи. В начале нашего вебинара я расскажу вам пару слов о нашем учебном центре специалисты. Далее мы с Светланой Казаковой, преподавателем курсов по финансо-экономическим дисциплинам, обсудим, как планировать развивать свой карьерный путь специалистам финансового профиля. И в конце я расскажу вам о подарках, которые получит каждый, кто сегодня зарегистрировался на этот вебинар. Итак, мы учебный центр, который на рынке образовательных услуг уже более 29 лет, и за это время мы обучили более 1 миллиона человек. И за это время также мы поняли, что наших слушателей необходимо поддерживать на пути их карьерного развития. И для этого мы разработали вот такую программу трудоустройства, которая содержит в себе некоторые опции, которые могут вам показаться интересными. Сейчас я расскажу про каждую из них несколько слов, и далее мы перейдем уже к нашей программе. Итак, первая опция – это когда мы разрабатываем наши курсы. Естественно, мы ориентируемся на рынок труда, мы постоянно их обновляем в соответствии с запросами работодателей. И тенденция сейчас такова, что работодателям недостаточно просто знаний. Необходимо эти знания уметь применять, то есть, соответственно, иметь навыки. Все наши курсы содержат максимальное количество практических занятий, и для того, чтобы у вас на выходе сформировался рабочий навык по данному направлению, по данной профессии. Далее, когда вы с этим навыком выходите на рынок труда, соответственно, вы можете столкнуться с определенными сложностями, так как тенденции меняются, и меняются требования к собеседованию, требования к составлению резюме. И все эти тенденции мы отслеживаем. И для тех, кто давно не искал работу или сменил профессию, выходит на рынок труда, я рекомендую пройти наш бесплатный курс «Трудоустройство в период кризиса и карантина», где мы вам расскажем, как правильно составить резюме, как правильно отвлекаться, как проходить собеседование, и также очень много разных вопросов. Курс живой, можно задавать вопросы. Ближайшая группа у нас 14.05 будет. Ссылочку на запись я отправлю в чат чуть позже. Также для тех, кому данного курса недостаточно, может записаться ко мне на индивидуальную консультацию, где мы уже в частном порядке разберем какие-то вопросы. Также мы регулярно проводим дни карьеры, куда приглашаем работодателей, и освещаем рынок труда по определенному направлению. Ближайший день карьеры будет по направлению IT завтра. Если вас это направление интересует, пожалуйста, тоже приглашаю. И такая еще одна опция для вас, может показаться интересной, это наши каналы с вакансиями для выпускников. Здесь мы собираем вакансии от наших партнеров, тех, кто у нас учил своих сотрудников, убедился в качестве нашего образования, и хотел бы наших выпускников видеть у себя в команде. И готов отдавать им преимущества при рассмотрении. Ссылочки на эти каналы также я отправлю вам обязательно в чат. Сейчас хочу передать слово Светлане Казаковой, ведущему преподавателю курсов по финансо-экономическим дисциплинам нашего учебного центра. Хочу сказать о ней пару слов. Светлана – преподаватель практик, сертифицированный бизнес-тренер, коуч и консультант. Она имеет большой успешный опыт комплексного сопровождения организации. Подробнее о себе, о своем становлении в профессии она вам расскажет сама. Светлана. Коллеги, всем добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, я, к сожалению, не вижу экрана в ТИМСе. Появилось ли сейчас изображение с моего компьютера? Да, все видно. Хорошо. Ну, как меня уже переставила Ольга Николаевна, зовут меня Казакова Светлана Васильевна, и я среди наших, среди присутствующих, рада видеть тех студентов, которые у меня уже обучались. Поэтому о себе буквально коротко, как уже сказала Ольга, являюсь до сих пор практикующим специалистом. И в сфере моих интересов – автоматизация систем управленческого учета, бюджетирования, финансового анализа на предприятия. Поэтому наши занятия, как, опять же, сказала Ольга, проходят именно с практической направленностью. И так как сегодня мы с вами говорим о программе «Специалист по управленческому учету», я хотела бы немного рассказать, почему это важно, почему эта профессия сейчас востребована и в каких вариантах она востребована, какие должности и компетенции, какие должности может претендовать начинающий специалист, опытный специалист и, скажем, уже мегаопытный, какие компетенции для этого потребуются. И я вижу ваши вопросы, которые, да, уже вы задали, я на них обязательно в конце нашего занятия отвечу. В частности, Станислав задавал вопрос, Михаил, на все вопросы мы ответим. Итак, коллеги, почему же сейчас как никогда важен управленческий учет? Ну вот как раз таки спрашивал Михаил, в чем разница отличия между бухгалтерским и управленческим балансом. Коллеги, когда мы говорим о бухгалтерии, то давайте помнить, что бухгалтерский учет строго регламентируется законодательством. Есть закон о бухгалтерском учете, есть национальные стандарты в сфере бухгалтерского учета, так называемые ПБУ. Их в настоящее время насчитывается более 20, и каждый из них четко регламентирует, как предприятие должно оформлять ту или иную хозяйственную операцию. Опять же, когда мы говорим о формах, то есть форма 1 баланс, есть форма 2 ОФР, есть форма 4 ОДДС. А зачастую для принятия управленческих решений, менеджменту компании, генеральному директору, собственникам, руководителям департаментов, требуется совсем другая информация. Не вот это безликое в рублях, как оцениваются наши запасы, а вот как раз-таки по категориям, по размещению на складе, по хранению в разных регионах. Коллеги, у кого-то параллельно со мной включен микрофон, отключите, пожалуйста, и так далее. Поэтому современный управленческий учет, он нужен для того, чтобы руководитель мог грамотно управлять финансами, чтобы он своевременно получал ответы на свои вопросы. А как поступить в этом случае лучше? Взять или не взять этот заказ, лучше от него отказаться? Можем ли мы на этот проект предоставить скидку или нет? Окажемся за порогом рентабельности. Нужно ли нам расширять географию своего присутствия, или мы финансово это не потянем? А какие дополнительные источники финансирования мы можем найти внутри своей компании? Все эти вопросы, на которые отвечает именно специалист по управленческому учету. Поэтому они сейчас как никогда востребованы, потому что те жирные годы, начало 2000-х, даже немного захватило 2010-е, когда компании главное было производить, соответствовать качественным критериям, и стояла очередь. То есть сейчас компании вынуждены считать, оптимизировать, особенно вот после пандемийный период, когда непонятно, а что будет завтра, и качество планирования приобретает все большее и большее значение. Специалисты по управленческому учету востребованы не только в крупном бизнесе. Это одно из заблуждений, что специалисты по управленческому учету, это обязательно плановые экономические отделы, которые есть именно в крупном бизнесе. Нет, коллеги, средний бизнес уже сейчас в обязательном порядке имеются специалисты, по-разному их называют, экономисты, финансисты, специалисты по управленческому учету, специалисты по контролингу, внутренние аудиторы. Название может быть самое разное. Главное, чтобы мы сейчас понимали отличие от других должностей, это именно тот человек, который отвечает на вопрос, а что будет, если? Вот если бухгалтер фиксирует состоявшийся факт, документально оформленный факт, то специалист по управленческому учету способен не только проанализировать факт в разных разрезах, в том числе не предусмотренных финансовой отчетностью, но и ответить на вопрос, а что будет, если мы расширимся, а если мы сократимся, а если мы купим новое оборудование, а если поменяем поставщика, именно что будет с точки зрения финансов, какой у нас будет результат. Поэтому даже средний, малый бизнес, даже микробизнес сейчас активно интересуются управленческим учетом. Специалист по управленческому учету, как я сказала, задействован в абсолютно разных подразделениях, потому что нет такого в законе, чтобы было написано, вот кто этим занимается, тот вот так и называется. Нет, это и финансовая служба, это и плановые экономические отделы, бухгалтерия, подразделения контролинга, внутреннего аудита. Сейчас появились службы внутренней безопасности, контроль дебюторской, кредиторской задолженности, во всех этих финансового анализа, во всех этих подразделениях может быть задействован специалист по управленческому учету. И давайте посмотрим, какие компетенции востребованы сейчас на рынке, какими навыками, умениями должен обладать специалист по управленческому учету, чтобы соответствовать ожиданиям работодателя. Вы знаете, я не стала сочинять, я взяла те профессиональные стандарты, которые сейчас уже прошли третье чтение и ожидаются, вот в первом полугодии 2021 года ожидаются, что они будут утверждены без изменений Минтрудом. Итак, давайте посмотрим, о каких трудовых функциях идет речь. Обратите внимание, первая трудовая функция, я написала уровень квалификации 5, это начинающий специалист, специалист, который имеет среднепрофессиональное образование, минимальный опыт работы, начинающий специалист. Так вот, в данном случае работодатели ожидают такой функционал от этого сотрудника, как сбор и группировка учетной информации для принятия управленческих решений. О чем идет речь? Ну, в первую очередь, это учет доходов и затрат всех разных уровней. А сюда как раз-таки будет... Коллеги, у нас есть разговоры, кто-то хочет спросить что-то? Прошу всех выключить микрофон. Да, коллеги, я тогда продолжаю. Пока я разговариваю, можете написать в чате, я увижу все ваши вопросы, обязательно отвечу. Итак, посмотрите, это учет доходов и затрат. Это уже вот стартовый уровень специалиста. Специалист должен это знать, должен уметь, а для того, чтобы качественно классифицировать и учитывать затраты, он должен уметь их классифицировать. А это как раз-таки из серии переменные, постоянные, основные, накладные, релевантные, нерелевантные, прямые, косвенные и так далее. Это проведение калькуляционных расчетов, то есть расчет себестоимости разными методами. Это составление бюджетов и проведение планфактного анализа. Так, сейчас звук пропал. Так, коллеги. Сейчас слышно. Вот как раз-таки подготовка информации для формирования ассортиментной ценовой политики. Чуть ранее в начале... Так, звук включите еще раз. Мне его кто-то выключает, коллеги. Да, я прошу прощения, просто... Да, все, это больше не повторится. Вы выключаете всем, в том числе мне, Ольга. Да, коллеги. Так вот, я остановилась на пункте подготовка информации для формирования ассортиментной ценовой политики. И отвечая на вопрос Михаила, в чем разница? В первую очередь разница в том, что бухгалтерская форма – это всегда оценка, будь то активов, то есть нашего имущества, будь то наших пассивов, то есть обязательств всегда в оценке документально подтвержденной. Документы и факт на самом деле – это разные вещи. Посмотрите, есть ли у меня незавершенного производства на сумму 100 миллионов рублей. С точки зрения расчета как раз-таки коэффициента ликвидности, эти 100 миллионов и есть 100 миллионов. А вот в управленческом балансе я могу написать, что из этих 100 миллионов незавершенного производства на 500 в стадии готовности один месяц, то есть через месяц у нас уже будет готовая продукция, еще 300 в стадии готовности две недели, то есть через две недели, а вот 200 – это через три месяца только будет. Бухгалтерский учет, бухгалтерский баланс этой информации не даст. Это различные состояния в оценке рыночной стоимости и так далее. То есть мы можем оценку в управленческом учете проводить по срокам, по видам, по номенклатуре, по востребованности, даже в рыночной аналогии по типам клиентов, чего бухгалтерский учет сделать не может. Так вот именно этим и занимается специалист по управленческому учету. И вот здесь как раз-таки указала дополнительно, что учет результатов деятельности бизнес-сегментом, а в любом предприятии, в деятельности любого предприятия есть различные сегменты. Например, для центра специалисты – это разные направления курсов. У, например, продуктового магазина будет отдельно направление бакалея, хлебопулочные изделия, мясная продукция, сырная, молочная и так далее. То есть есть отдельные сегменты направления. И так вот они могут оцениваться, в том числе при помощи нефинансовых показателей. Опять же, бухгалтерия этого не делает. Ну, например, на одном из последних занятий по курсу «Анализ финансового состояния» мы с предприятием, мы со студентами анализировали отчетность ПАО «Аэрофлот». Так вот в рамках комплексного анализа мы анализировали в том числе такие небухгалтерские показатели, как коммерческая загрузка. То есть это соотношение реальных пассажирокилометров на предельные возможности. Это коммерческая загрузка в процентном соотношении. Это, опять же, процент загрузки. И мы понимаем, насколько эффективно работает предприятие. Ну, предположим, в торговле это может быть выручка на квадратный метр площади и так далее. Так вот, коллеги, вот эти компетенции, трудовые функции, которые вы видите сейчас на экране, это стартовая позиция специалиста по управленческому учету. Я когда обо всем расскажу, Ольга Николаевна расскажет нам об уровне зарплаты на каждом из этих градаций. Соответственно, как только специалист приобретает уже опыт, то есть если вы уже имеете опыт и проходите у нас курсы повышения квалификации, то появляется еще одна функция трудовая. Посмотрите, это уже уровень квалификации 6 соответствует уровню старшего специалиста. Посмотрите, это функция подготовки, анализ информации для принятия управленческих решений на операционном и тактическом уровне. Вот это как раз-таки срочные решения. Мониторинг показателей безубыточности и эффективности. Причем, обратите внимание, не только предприятия, но в разрезе продуктов, проектов, процессов, подразделений. Это анализ деятельности как в области бюджетирования, так и планфактного анализа в различных сегментах. Это, опять же, продолжаем анализ информации о бизнес-структуре. Это внутренний контроль в системе управленческого решения, управленческого учета. И обязательно составление внутрифирменной управленческой отчетности. То есть не только произвести расчеты, но и оформить это, систематизировать, чтобы наши отчеты стали стабильным. Разработка этих форм. Это уже опытный специалист. Я называю старший специалист, ведущий специалист и так далее. Если мы говорим о росте, о развитии вашей карьеры, и когда мы говорим уже начальник группы управленческого учета, может быть, это начальник отдела управленческого учета в рамках финансового департамента, то это уже уровень квалификации 7. Это информационная поддержка стратегии развития организации. То есть это уже не расчеты, а это, посмотрите, такие умения, как формирование учетной политики, составление стратегического бюджета, мониторинг ключевых показателей, анализ эффективности инвестиционных проектов, оценка рисков, подготовка информации для интегрированной отчетности и непосредственно руководство службы управленческого учета и контролинга. Для этого у нас, коллеги, есть специальные курсы, которые помогут приобрести эти навыки, но, как правило, вот с опытом работы от 5 лет, плюс курс повышения квалификации, специалист по управленческому учету уже может возглавить подразделение отдел службы. И отдельным особняком в современном управленческом учете стоит такое направление, сейчас набирающее популярность во всем мире, как контролинг. Так вот, разработка методологического обеспечения, организации управленческого учета и контролинга – это уже уровень 8, то есть это вся методология, фактически это либо функции финансового директора, либо помощник финансового, зам финансового директора, который отвечает именно за управленческий учет и контролинг. Коллеги, это я рассказала о тех функциях, которые сейчас востребованы работодателем, которые позволяют получать отдачу. Они безусловно интересны, эта работа интересна, эта работа оплачиваема. Ольга, далее вы расскажете о зарплатах или мы ответим сначала на вопросы слушателей, и я расскажу о курсах, которые у нас помогут приобрести эти навыки. Давайте я, наверное, возьму буквально пару минут рассказать немножко о рынке труда, и далее, может быть, мы тогда сделаем такой вот, перед рассказом о дипломной программе, уже ответим на какие-то вопросы еще. Ну вот, Светлана еще много рассказала уже про рынок труда. Я, наверное, просто добавлю несколько слов. Что хотелось бы сказать. Вот зарплаты, текущие на рынке, есть на слайде. И, конечно, экономист по управленческому учету входит в пятерку самых высокооплачиваемых специалистов финансового сектора наравне с экономистами проектов и финансовыми экономистами. И анализ вакансий на рынке труда показывает, что навыки по управленческому учету работодатели хотят видеть у финансовых директоров, экономистов, финансистов, финансовых менеджеров, специалистов отдела бюджетирования, контролинга. Но также это уже выделяется как отдельный работник, да, отдельная специальность в организации, то есть специалист именно, который занимается управленческим учетом. Преимуществом при трудоустройстве обладают кандидаты, имеющие опыт работы в системах 1С, в системах электронного документа оборота. Также хороший уровень зарплаты в представительствах иностранных организаций. Но для этого нужно хорошее знание английского языка. Что еще, какая особенность данной профессии в том, что здесь происходит, так скажем, такое обновление, обновление базы и обновление информации, постоянно профессиональной. И человек должен морально быть готов к тому, чтобы вот в такой динамике постоянно быть в этом потоке информации, учиться чему-то новому, узнавать об изменениях, повышать свою квалификацию. И, конечно, сейчас вот в условиях недостатка свободного времени у всех людей мы упираемся в то, что такой вот постоянный апгрейд себя, да, он упирается просто в количество времени, которое у нас есть. Ну, может быть, такой лайфхак для вас будет присмотреться к онлайн-направлению, то есть, которое сейчас никак не уступает очным занятиям, и даже многие слушатели отмечают, что это намного удобнее. Ну, вот, наверное, с этого предлагаю ответить на вопросы, которые есть у наших слушателей. Коллеги, вот Станислав написал, спрашивает, что подразумевает работодатель, если в вакансии указано, что кандидату необходимо знание основ планирования, анализа деятельности предприятия, подразделений, калькулирования услуг, продукции, и не применять эти знания на практике. Коллеги, ну, как раз-таки с вот этого я и начала. Это было как раз-таки, помните, самый стартовый уровень, учет доходов и затрат, калькуляционные ведомости, бюджетирование. Что имеется в виду под планированием? Ну, давайте вот условно, я сейчас очень упрощенно возьму микробизнес. То есть, мы с вами планируем открыть, ну, не знаю, предприятие по вязанию кофточек. Да, и прежде чем мы его открыть, мы с вами что сделаем? Мы запланируем показатели. Я говорю, так, мы купим машинку, одну вязальную машинку, она может связать в день три кофточки, и мы фактически с вами начинаем планировать. То есть, сначала появится план в неких, как я говорю, штуках, килограммах, километрах. Затем мы с вами финансовый эквивалент переведем. Ожидаемые доходы, то есть выручку, какие потребуются расходы, материала, труда, электроэнергия, амортизация, аренда и так далее. То есть, фактически готовится бюджет. Поэтому, когда указаны основы планирования, то это имеется такая компетенция, как умение готовить бюджеты. А вот калькулирование – это расчет себестоимости единицы продукции. Коллеги, не хотела сейчас абсолютно о рекламе, но это то, что мы проходим на курсе основы управленческого учета бюджетирования, как раз-таки вот эти вот компетенции. И также Станислав спрашивает, как можно доказать работодателю, что я, как кандидат, обладаю теоретическими знаниями, но и не имею практических навыков в виду отсутствия соответствующего опыта. Станислав, как раз-таки для этого сейчас существует портфолио, которое сотрудники могут предъявлять. То есть вы можете подготовить, и я об этом чуть позже расскажу, наша дипломная программа предполагает подготовку проекта. Вы можете выбрать разные, в зависимости от того, какую работу вы ищете, проекты, это и подготовить бюджет, и провести инвестиционный анализ, написать финансовое заключение на некую отчетность, и таким образом убедить работодателя, предъявив проекты, которые вы выполнили. Ольга? Я думаю, что, уважаемые слушатели, если пока нет вопросов, я предлагаю тогда перейти к... Вот пару слов расскажу о наших преподавателях, которые также занимаются обучением по данному направлению, по данной дипломной программе. Это практики с многолетним опытом преподавания, как преподавания, так и практической деятельности. Вы сейчас видите на слайде, и здесь, конечно, важно учиться у профессионалов. Можно где-то и самим постигать какие-то основы, но вот такие специалисты имеют все-таки компетенцию вас быстрее провести по всем особенностям профессии. И далее я предлагаю перейти уже к нашей дипломной программе, которую мы для вас разработали. Если вы хотите повысить свою востребованность на рынке труда, повысить уровень своей заработной платы, вот это для вас может быть серьезным таким подспорьем и такой серьезной возможностью профессионально продвинуться. Светлана, тогда передаю вам слово. Забираю экран. Коллеги, и хочу рассказать вам сейчас о дипломной программе, которая есть в центре специалистов. Она включает в себя 8 курсов. Программа, так и называется, специалист по управленческому учету. И она состоит из 8 курсов, как я сказала. Продолжительность программы в третьем занимает от 6 месяцев. И в данную программу входят такие курсы, как Excel уровень 2, уровень 3, подготовка и защита бизнес-плана, основа управленческого учета и бюджетирования, организация бюджетного контроля в Microsoft Excel, анализ финансового состояния предприятия, управленческий анализ и аудит и основа инвестиционного анализа. Коллеги, я буквально пару слов расскажу про каждый из этих курсов, что они нам дают, какие компетенции мы на них приобретаем. Итак, посмотрите, пожалуйста. В первую очередь, конечно же, я хочу сделать акцент на особенностях нашей программы. Ну, начнем мы с того, что учебный план составлен с учетом всех современных требований работодателей. У нас есть как отдел трудоустройства, мы регулярно мониторим, изучаем, с какими запросами поступают, какие запросы поступают от работодателей, какие компетенции они хотят видеть в своих сотрудниках. И, конечно же, мы добавляем регулярно, ежегодно изменяем свои программы. Второй момент. Все курсы, которые входят в дипломную программу, соответствуют профессиональным стандартам Минтруда и соцзащиты. Поэтому вы получаете официальный документ удостоверения о повышении квалификации, либо же по дипломным программам, как раз-таки диплом о переквалификации. Далее. Суммарно программа рассчитана на 272 академических часа. И отдельно хочу подчеркнуть, что мы даем именно практические навыки, то есть это не только теория, но и практические навыки. Мы на курсах в Excel готовим реальные бюджеты, пишем по реальным предприятиям, пишем заключения о финансовом состоянии, как раз-таки с оценкой привлекательности, ликвидности и так далее. Отдельного внимания заслуживает форум обучения. Ольга немножко уже упомянула, что это и очное стандартное обучение, и вебинар, и очное, заочное, и открытое обучение. Коллеги, буквально пару слов скажу о различиях в этих форматах. Очное обучение, думаю, все понимают. Вы в соответствии с расписанием приходите в аудиторию и присутствуете на занятии, которые ведет преподаватель. Вебинар вы к очному занятию подключаетесь удаленно и имеете возможность присутствовать удаленно, видеть, что происходит в аудиторию, видеть доску преподавателя, задавать вопросы. При этом вебинар привязан к расписанию. То есть если занятия идут очно из 10 до 5, то также вы в 10 подключаетесь к вебинару и до 5 присутствуете. А вот очно-заочное обучение как раз-таки подходит для сотрудников, которые работают, которые заняты. Чаще всего у нас сессии проходят воскресные. Смотрите, чем отличие. Вы получаете видеозапись курса, с которым можете ознакомливаться самостоятельно. И при этом раз в неделю, как правило, говорят по субботам, либо по воскресеньям, приходите на сессию. Сначала это установочная сессия, когда преподаватель расскажет, какие записи посмотреть, какие задачки решить, какие практикумы выполнить, на какие моменты обратить внимание. Вы самостоятельно изучаете материал и в следующее воскресенье подключаетесь, чтобы сдать свои практикумы. Вы приходите задать вопросы, которые у вас возникли, и получить задания на следующую неделю. А вот открытое обучение коллеги, оно с одной стороны похоже на очно-заочно, но имеет одно существенное отличие. Да, вы также получаете видеозапись для ознакомления. Вы сами можете формировать темп своего обучения. У меня, например, есть студенты-жаворонки, которые в 5 утра смотрят видеозаписи. Есть совы, которые в 3 ночи присылают практикумы. Все это имеет место быть. При этом оговорено время в открытом обучении, когда преподаватель присутствует очно. Ну, например, если группа идет с понедельника по пятницу, то преподаватель с 10 до 5 находится на рабочем месте. Вы изучаете видеозаписи, и преподаватель готов отвечать на вопросы. Вы можете их изучать, как в аудитории. У нас специальные рабочие места, оборудованные двумя мониторами. Можете изучать из дома, с работы, и заходить в чат, задавать вопросы, получая ответы непосредственно по курсу, прямо сразу, как говорится, не отходя от кассы. Ну, и завершить особенность нашей диплом программы хочу тем, что возможно формирование индивидуальной программы. То есть, если вы обратили внимание, на предыдущем слайде я написала от 6 месяцев. Вы знаете, рекорд, среди моих слушателей, 3,5 месяца прохождения всей программы. В среднем это занимает до года, так как кто-то занят, говорит, вы знаете, мне вот один курс в квартал, кто-то готов по курсу в месяц брать, кто-то берет только группу выходного дня, и тогда это растягивается до двух лет. Поэтому есть возможность индивидуально сформировать программу расписания именно для вас. Ну, а теперь давайте о компетенциях, на каком курсе мы приобретаем. Занятия мы проводим до пяти раз в неделю, то есть это как раз-таки с понедельника по пятницу, либо воскресная группа, утро, день, вечер. Занятие длится либо 4 часа, либо 8. Вечерний, например, утро, день или вечер – это две пары, а если мы говорим утро, день, то это 8 часов академических каждое занятие. На каждом занятии мы как совместно решаем задачки, то есть рассмотрели вариант, например, классификацию затрат, совместно решили задачку, и тут же вы получили задание, то есть настоятельные работы, чтобы навыки закрепить. Также есть домашние работы и, как правило, дополнительно… У меня вопрос. Да, послушаю вас. У меня вот такой вопрос. Я правильно понимаю, сейчас у вас большое количество времени будет именно уделено презентации курса, а как таково мастер-класс будет чуть попозже, через минут 40-30 или непорайдно? Эльмир, у нас сегодня день открытых дверей по профессии специалист по управленческому учету. Это не мастер-класс. Мы сегодня говорим про профессию, про дипломную программу и те компетенции, которые необходимы для того, чтобы в этой профессии реализовать себя. Я тогда продолжу. Далее, коллеги, хочу обратить внимание, что слушатели на каждом из курсов, которые перечислены в рамках данной дипломной программы, для получения компетенции. Вот Станислав как раз интересовался, как убедить работодателя, получают в том числе файлы, шаблоны, которые можно использовать в реальной торговой деятельности. Если речь идет о курсе управленческих учетов и бюджетирования, то слушатели выходят с шаблоном бюджета, который мы создали на занятия. Если это курс организации бюджетного контроля, то выходят с готовым, созданным в Excel, реестром, файлом реестр для регистрации платежей, файл «Платежный календарь», в котором реальный платежный календарь теперь можно ввести шаблоны методологических материалов, такие как положение о бюджетировании, положение о финансовой структуре и так далее. Также, конечно же, живое общение никто не исключает, наоборот, оно приветствуется, слушатели активно задают вопросы из своей практики и активно делятся своим опытом. Ну и между учебными модулями, опять же, по желанию учащихся, согласно расписанию, возможно, перерывы. То есть кто-то берет, еще раз повторюсь, интенсив с одного курса на другой, кто-то как раз-таки берет перерыв, чтобы успеть поработать, освоить информацию, а далее переходит на следующий курс. Ну а теперь непосредственно к самой дипломной программе. Итак, на курсе Excel 2 останавливаться не буду, многие его проходили, он один из наиболее популярных курсов нашего центра. Главное нам освоить именно Excel как инструмент для дальнейшего финансового планирования, бюджетирования, финансового анализа. Если мы говорим об Excel 3, он дает нам навык именно анализа больших массивов и визуализации, потому что все, когда наши руководители в рамках компетенции задают вопрос, а что будет, если важно представить информацию не только в виде цифр, но и грамотно сопроводить это визуальными материалами. Это могут быть и графики, и диаграммы, и картограммы, все что угодно, чтобы информацию лучше донести до своего работодателя. А теперь переходим непосредственно к формированию специальных навыков для специалистов по управленческому учету. Это такой курс, как подготовка и защита бизнес-плана. Именно здесь мы рассматриваем структуру бизнес-плана. И, кстати, аттестационная работа – это выполнение реального бизнес-плана, который каждый слушатель готовит самостоятельно. Один бизнес-план мы пишем с слушателями совместно, а один они готовят сами. Данная работа может войти в ваше портфолио, и вы получаете навык подготовки бизнес-плана, которые пригодятся на работе. Вы можете готовить бизнес-план проекта, отдела нового направления, создание, там, открытие нового цеха и так далее. Следующий курс – это основа управленческого учета бюджетирования. Именно здесь приобретаются навыки бюджетирования, калькулирования, то, о чем как раз-таки Станиславовы спрашивали. И слушатели на выходе получают шаблон реального бюджета, который, опять же, могут приложить к своему портфолио, либо использовать в своей работе, заполняя в нужной строчке таблицы свои уже индивидуальные данные. Организация бюджетного контроля Microsoft Excel. Как вы видели, у нас в компетенциях есть такой вопрос, как проведение планфактного анализа. Не только планфактного, но и планфакторного. Как раз-таки на этом курсе мы говорим о работе казначейства, о предварительном контроле, текущем контроле, планфакторном контроле. Именно здесь мы формируем реестр платежей, платежный календарь. Все это входит в данный курс, и на выходе мы имеем два шаблона – реестр платежей и платежный календарь. Курс «Анализ финансового состояния предприятия». Коллеги, на этом курсе мы усваиваем полностью умение чтения финансовой отчетности, как бухгалтерской, так и управленческой. Умение не только увидеть цифру, но интерпретировать ее, сделать выводы, что является хорошим показателем, что является отклонением от нормы, каковы перспективы построить тренды и оценить. Обратите внимание, в том числе здесь есть модуль 7 – комплексный финансовый анализ, ранняя диагностика несостоятельности. Слушатели не только получают шаблон для проведения финансового анализа, в который, введя на первом листе свою отчетность, на последующих получают все заключения, но одним из инструментов в рамках ранней диагностики мы изучаем модель, которые используют российский Сбербанк для оценки кредитоспособности потенциальных заемщиков. Управленческий анализ аудит. Коллеги, как вы видели в компетенциях, важное умение специалистов по управленческому отчету не только в финансовом эквиваленте все оценить, но и в том числе оценить, провести анализ деятельности бизнес-сегментов вне финансовых показателях. О них мы как раз-таки говорим на курсе управленческий анализ и аудит. Здесь у нас и стратегический, тактический план по маркетингу, и проведение собеседований, и анализ систем мотивации, и организация контроля качества, и оптимизация бизнес-процессов, и оформление предложений по реформированию предприятия. Ну и завершает линейку курсов в рамках данной программы курс «Основы инвестиционного анализа». Как вы видели, эти навыки требуются на уже шестом уровне, то есть это старший специалист. Умение оценить привлекательность инвестиционных проектов, собственную привлекательность предприятий для потенциальных инвесторов, рассчитать показатели оценки эффективности – это важные навыки. Все эти курсы ходят в дипломную программу, и по окончании дипломной программы вы в зависимости от того, какой формат обучения выбираете, один курс, два курса, комплексная программа, либо же как раз-таки дипломная программа, когда вы получаете не удостоверение о повышении квалификации, а диплом о переквалификации, о всех курсах и навыках я рассказала. При этом, как я уже сказала, те работы, которые мы выполняем на курсах, вы можете включить в свою портфолио. В рамках озвученных курсов мы формируем бюджет, мы проводим автоматизацию бюджетного контроля, пишем заключение о финансовом анализе, составляем бизнес-план и проводим инвестиционный анализ. Любая из этих работ, а может быть все пять, могут стать той работой, которую вы приложите в свое портфолио. Коллеги, я рассказала о компетенциях, которые нужны современному специалисту по управленческому учету, рассказала о нашей дипломной программе, каким образом мы формируем данные компетенции. Ольга готова передать слово вам, либо же ответить на вопросы слушателей, если таковые возникли. Уважаемые слушатели, пока вы готовите свои вопросы, расскажу пару слов про стоимость. Стоимость данной дипломной программы 104 890 рублей. И если вы приобретаете дипломную программу полностью, то это будет дешевле, чем покупка курсов по отдельности. Такой вот лайфхак. У нас есть рассрочка, и от учебного центра специалист беспроцентная. Также всем, кто сегодня записался, мы дарим сертификат на 10 тысяч рублей на приобретение дипломной программы. Специалист по управленческому учету. Данный промокод вы можете назвать нашему менеджеру. И до 1 мая сделать себе такой подарок, как приобретение вот дипломной программы со скидкой 10 тысяч рублей. Также хочу подчеркнуть, что есть такая опция, как возможность добрать какие-то курсы. Если вы прошли часть курсов, можете добрать оставшиеся из дипломной программы и получить на выходе диплом, который будет являться эквивалентом второму высшему образованию. То есть если у вас уже есть базовое высшее, то диплом о переподготовке по специальности говорит о том, что вы имеете право, да, юридическое право работать по данной специальности, как в госорганизации, да, так и в частной. Для тех, кто еще не решается на дипломную программу, хочу рассказать про наш такой небольшой курс. Называется он «Финансовый анализ». Это такой трек, который включает в себя подготовку специалистов по оценке и анализу финансового состояния предприятия плюс дополнительные 16 часов практикума. Кто интересовался практикой, пожалуйста, рассмотрите для себя данный вариант. Также сейчас популярное направление – это МСФО, Международная стандартная финансовая отчетность, что также может повысить вашу стоимость на рынке труда, знания того, какие сейчас есть стандарты. И сейчас на рынке высокий спрос на данных специалистов, которые в этом разбираются. И после этого курса вы сможете дополнить свое резюме такой записью и стать более конкурентоспособным. Примерно 15-20 тысяч к зарплате у таких специалистов сейчас на рынке труда добавляется. Ближайшая группа стартует как раз-таки послезавтра. И последнее. Хотелось бы сказать, что специалистам также важно сейчас уметь и анализировать. Анализировать и визуально представлять полученные данные. Вот визуализировать данные можно рассмотреть программу «Табло» как такой инструмент. Она удобная, простая, и вы можете ее быстро освоить на нашем курсе. Тоже есть. Группа у нас стартует все регулярно. В удобное время можете этим пользоваться. Уважаемые слушатели, если есть какие-то вопросы по дипломной программе, по профессии, мы сейчас готовы на них отвечать со Светланой. Можно включить микрофон и задать голосом. Коллеги, есть ли вопросы? По профессии, может быть, вы сталкивались. Станислав, на ваши вопросы постаралась ответить на все. Если остались вопросы, пожалуйста, задавайте. Бывает так, что у вас нет вопросов, когда мы спрашиваем, но они потом появляются, и вы затрудняетесь в построении своего карьерного пути, карьерного развития. Для этого я вам предлагаю сохранить себе такую ссылочку. Можете оставить заявку, и наши менеджеры с удовольствием вас проконсультируют. И сами вам позвонят, проконсультируют вас абсолютно бесплатно и составят вместе с вами какой-то ваш план развития, план получения навыков. Ну что, у нас еще есть 10 минут. Мы можем пока подождать, может быть, у кого-то они возникнут. Что хочу сказать про дипломную программу, которую мы сегодня представляли. В чем ее особенность? В том, что если также вы уже какими-то знаниями владеете, у нас такой достаточно гибкий подход, определенные курсы мы можем заменять. То есть по всей вот этой опции можно обращаться к нашим менеджерам, которые подскажут, какие курсы можно заменить под ваши индивидуальные потребности. Раз тогда вопросов нет, коллеги, давайте я тогда расскажу, что имела в виду Ольга Николаевна. Посмотрите, если мы берем стандартную дипломную программу специалист по управленческому учету, то перечень курсов вы сейчас видите на экране. Но при этом иногда бывает, когда специалисты как раз-таки приходят, вы знаете, говорят, я работаю вот в экономическом отделе, у нас инвестиционный анализ, ну вот нет у нас инвестиций, я вот только считаю производственную себестоимость. Пожалуйста, можно заменить на практику, на практику по управленческому учету, практику по финансовому анализу, то есть то, что подойдет по часам и по теме курса, то есть фактически вы получаете индивидуальную подготовку. И вот как раз-таки от Станислава поступил вопрос, насколько с практической точки зрения может помочь литература, например, лабораторный практику по бухгалтерскому учету, лабораторный практику по управленческому учету. Станислав не совсем понимает, о чем вы говорите, литература при этом пишет лабораторный практику. Вы имеете в виду некая книга, которая называется «Практика по управленческому учету». Я правильно понимаю вопрос? Да, коллеги, я сторонница того, что чтение вообще вещь полезная, особенно чтение литературы, которая востребована не абстрактно, а которая востребована вами. Если вы занимаетесь специалистом по управленческому учету, то читать книги, безусловно, полезно. Другое дело, насколько это пригодится вам в вашей деятельности именно на данной должности, это другой вопрос. Есть разные авторы. Ну, из любимых авторов могу порекомендовать в сфере управленческого учета в первую очередь, конечно же, Ольга Николаева, Татьяна Шишкова. Ольга Николаева – самая титулованная специалист по управленческому учету в России. Как раз-таки ее издание «Классический управленческий учет». Если говорить о международных авторах, это Колин Друри, соответственно, производственный управленческий учет, никто не отменял, это классика во всем мире. Из изданий, которые структурированы, которые методичны, ну, пожалуй, Чая, Тигран Чая, опять же, называется «Управленческий учет», он как раз-таки учебник и практику есть. Читать литературу, Станислав, всегда можно, нужно, при этом нет решения задач. В этом плане тогда уже с задачками берите Молчанова, во всяком случае, с ответами сверитесь. Сергей Молчанов, управленческий учет, «За 14 дней» называется. Я, вы знаете, хочу сказать, как человек, который консультирует, да, специалистов, вот если у вас на вашем рабочем месте вот такими применением этих компетенций похвастаться невозможно в резюме, и тогда, получается, вы отталкиваетесь от нуля при попытке перехода в эту область. То есть вы почитали, но вам нечем подтвердить эти знания. Соответственно, намного облегчает, когда вы выходите на рынок труда, но есть какой-то документ. Все-таки к документам у нас сейчас еще относятся достаточно серьезно. И самоподготовку, и это, конечно, никто не отменял, и такое профессиональное любопытство и интерес. Но вот в случае, если вы в этой области на работе с этим мало сталкиваетесь, хотите в эту область перейти, то я вам рекомендую все-таки получение документов. Коллеги, ну сейчас на экране еще раз показала те работы, которые можно выполнить в рамках дипломной программы, чтобы затем включить в свое портфолио. И тогда вы уже будете показывать готовые разработки, причем они могут быть, они очень солидно выглядят как в бумажном виде, так и в электронном. Коллеги, есть ли еще вопросы? Я предлагаю, если вопросов нет, тогда будем завершаться. Про практический опыт. Но давайте я скажу, это всегда сложность у любых профессий, обучившись без опыта, выйти на рынок труда. И когда вы переходите в смежную область, вы оцениваете, готовы ли вы сталкиваться с этими сложностями. Достаточно ли у вас энергии, чтобы вот этот напор выдержать, потому что в область другую можно перейти, в смежную, да, намного легче. Но ваша активность тогда на рынке труда должна быть повышена. Один работодатель вам откажет, но кто-то вас возьмет. Соответственно, вы должны быть готовы снизить на первом этапе свои ожидания по заработной плате, может быть, да, может быть, по уровню компании. Но для кого-то это принципиальный вопрос для тех, кто хочет дальше расти и не, как сказать, не делать что-то бесперспективное на своем рабочем месте. Коллеги, а я, знаете, что бы рекомендовала к ответу Кольги? Вот, Станислав, я уверена, вы, когда переходите в управленческий учет, из какой области переходите? Какой опыт у вас сейчас есть практически? Я сейчас вам приведу пример. Коллеги, это тот вопрос, который часто мне задают слушатели на курсах. Знаете, мультфильм, помните, как старик корову продавал? Так вот, если вы работали бухгалтером, а теперь идете в управленческий учет, если вы говорите, а я ни разу этого не делаю, то кто же так говорит? Да, я работал бухгалтером, при этом я участвовал в процессе бюджетирования, готовил такие-то, такие-то формы. Да, вы участвовали в этом косвенно немного, но сделайте на этом акцент. Были вы руководителем проекта? Да любой руководитель проекта готовит бюджеты проекта, отслеживает графики проекта. И вот вам уже компетенция бюджетирования, по которой есть опыт. Были вы экономистом и отслеживали только там себестоимость? Замечательно, сделайте акцент на этом. Станислав, ну тем более работа в налоговой инспекции, в администрации, в экономотделе. А вы говорите, опыта нет. Так это колоссальный опыт. Умение вести переговоры, что одна, что другая работа у вас предполагает. Умение вести переговоры, в том числе на экономические темы. Умение планировать работу, готовить отчетность своевременно. Это вот как раз Ольге Николаевне, я думаю, она поможет из резюме сделать картинку. Станислав, я вам рекомендую посетить наш курс по технологии трудоустройства и прокачать свои навыки. Вот это как раз то, о чем мы говорим, когда мы выходим на рынок труда и не знаем, как себя презентовать. Ссылочку чуть выше я давала. Ну что ж, коллеги, я предлагаю тогда завершать наш разговор. Я останавливаю запись. Прощаюсь с онлайн-слушателем, слушателем, которым посмотрят на записи. Прощаюсь с онлайн-слушателем.